Продолжение следует... Продолжение следует... Рассказ латвийского дальнобойщика, которому пришлось провести с той стороны границы несколько дней. Эти и другие истории сегодня в 22.30 в программе «Криминальная Латвия» на канале ТВ5. Спасибо Харитону Фарберу. Эти и другие вопросы прямо сейчас к председателю Рижской городской думы Нилу Ушакову. Он по-прежнему в нашей студии и будет здесь еще почти полчаса. Еще раз добрый вечер, господин Ушаков. Продолжается интерактивное голосование. Кстати сказать, уже 840 голосов к этой секунде поступило за вторую позицию. Абрама Клёцкина партия Центр Согласия, вернее объединение этих партий Центр Согласия, должны отозвать из Совета и требовать вообще разгона всего Совета в целом. Так считает интерактивная аудитория. Испанушаков пища для размышления, согласитесь. Я же предлагаю опять вернуться к теме крепких выражений, потому что письма сыпятся как дождь и пишется о своей истории Эдгар. «Был случай, моего родственника за нецензурные выражения задержали на 3 часа, отвезли к судье и оштрафовали на 50 латов. Мэр что ли неприкасаемый?» Знаете, я о другом хочу спросить. А вот вы крепко выразились на каком языке? Как бы? Ну это филологически сложный вопрос. Мы общались в принципе на латышском, но это была частная беседа. Это не была беседа, то есть это опять же один из мифов того заседания, что об этом услышали в зале. Мы сидели, общались друг с другом, просто система функционирования микрофонов в Ришкодоме такая, что если ты не говоришь микрофон, это не слышно в зале, но это слышно в интернет-трансляции, как выяснилось. Но опять же, что не является извинением языка. Я к чему клоню? Например, приехал бы человек из Эстонии и сказал бы там, не знаю, персы минны или из Израиля, я бензона, никто ничего не поймёт. Вы сейчас хвастаетесь? С этими филологическими познаниями? Я не вспомнил, я коллекционирую, как профессор Плуцер, сорно некоторые выражения. Ну, а вот по-русски чайка выругается, сразу все покраснеют, побегут писать судьям жалобы. Ну, во-первых, мы не знаем, каким образом и на каком языке выражался человек, который написал. Роман, да, если я не ошибаюсь? Эдгар. Эдгар, да, Эдгар, телезритель вашего канала. Может быть, он на латышском ругался, мне трудно сказать. То есть, суть вопроса не раскрыта, но и, наверное, это останется для нас тайной. 6-7-3-5-7-4-3-1. Это телефон прямого эфира. Мамикинс, это ТВ-5, ЛВ, адрес для электронных посланий. А вот интересно спрашивает Ирина, какое преступление больше, доведение страны до банкротства и разворовывания, или нормальное выражение Ушакова по сложившейся ситуации раздули, как чёрт знает что, в конце письма пишет наша телезрительница. Господин Ушаков, если так получится, что в феврале господин Шлессерс уйдёт формировать новое правительство и даже при определённом стечении обстоятельств может стать руководителем нового кабинета министра. Что будет в Рижской думе? Кто будет вице-мэром? И готовы ли вы теперь работать не в одной связке в думе, а в двух разных связках? Во-первых, очень хорошие и близкие рабочие отношения останутся у нас вне зависимости от того, кто какую должность занимает. Кто у нас мэр, кто у нас правительство и так далее. Это раз. И на самом деле, с одной стороны, мне по-человечески будет жаль, если Айнер Шлессерс уйдёт в правительство, потому что очень хорошо сработали в Феврической думе. С другой стороны, мне будет спокойнее, если Айнер Шлессерс находится в правительстве, потому что я буду знать, что у нас есть очень серьёзная поддержка. И, по крайней мере, интересы Риги, они не забыты и на них не плюнули, когда происходит сейчас, когда и перераспределяет налог, и когда снимает дотации на общественный транспорт, и когда снимают дотации на зарплату учителям и так далее, и так далее. А с кем вы работаете дальше? У нас в коалиции есть 38 человек, которые, опять же, сработались очень хорошо, несмотря на то, что это представители двух партий. Потому что традиционно в Латвии, если есть минимум две партии, это значит уже очень много конфликтов и скандалов. У нас этого нет. И я готов работать со всеми. И у нас достаточное количество людей, которые могут занять любую должность. Хорошо, сценарий ухода Шлестерса и создания коалиции, это реальный сценарий? Ну, так, на конец декабря. Давайте говорить постепенно. Во-первых, очень большая вероятность того, что это правительство не выживет в феврале-марте. Если оно не выживет, то вполне возможно оно упадет, или кто-то из него выйдет, или какая-то другая комбинация. Если правительство падает, то значит нужно формировать какое-то новое. Кто будет формировать? Это какое-то новое. А вот это уже большой вопрос, потому что мы сейчас видим достаточно большой провал тех партий, которые называют себя новыми, которые называют себя единством. Ну, действительно грустно на них смотреть. Ну, я не знаю, как они управляют правительством, я могу наблюдать только со стороны, как и все остальные, но то, что мы видим в Рижской Думе, это беда. Ну, вот я приведу два самых таких ярких примера из того самого 18 декабря, из бюджета. Это поправки, против которых мы голосовали, что возмутила оппозицию. Одна была поправка, которая звучит, ну, просто идеально. Отказаться от служебного транспорта в Рижской Думе. Вот, на два предложения. Правильно? Вроде выглядит правильно. Но это значит, что ни у сиротского суда, ни у приютов, ни у ночлежек, ни у служб, которые отвечают за состояние улиц и дорог, к которым нужно ездить, тоже не будет транспорта. Ну, вот. Второй пример был с господином Крестовскисом, который предложил выделить 1 миллион флатов на строительство зданий инкубатора технического бизнеса. Чего-чего? Я тоже у меня спросил, чего-чего. Я спросил, это вы, как генератор текста, вам составлял поправку. И вот одно предложение. Миллион на инкубаторы, здания инкубатора технического бизнеса. Ну, логика есть. Шлессерсу можно 5 миллионов на бюро туризма? Мы выделили в следующем году, во-первых, 2 миллиона, во-вторых, те деньги, которые были потрачены в этом году, по последним данным из посольства Латвийской Республики в Российской Федерации и в Москве, количество выданных виз увеличилось уже на 20%. Если я не ошибаюсь, мы в прошлый раз на передаче говорили, было показатель 12%, а сейчас уже 20%. То есть оно работает. Если вы пройдете по городу, вы видите, что ходят кучки иностранцев по городу. Если вы посмотрите, предположим, зайдете на сайт его самого аэрболтика, в них ночи будет сказано, и возьмете рейсы между Москвой и Ригой, в районе Рождества и Нового года, самые удобные рейсы, которые с утра летят не в обед и не вечером, они практически уже многие распроданы. То есть нет билетов. И если говорить о гостиницах, то на новогоднюю ночь многие уже закрыты, а они зарезервированы. А оно работает, понимаете, как бы это ни звучало странно, потому что очень много критиковали с самого первого дня, но оно работает. Хорошо, а вот где обещанные сотни, десятки тысяч рабочих мест, которые обещали выше со Шлессерсом перед выборами? Это вот Инта, в частности, написала. И вообще, где эти самые 50 тысяч рабочих мест, о чем говорил, впрочем, не Ушаков, но Шлессерс? Не Ушаков, но Шлессерс. Это очень такая замечательно филологически тонкая конструкция. Смотрите, мы сейчас говорим, предположим, о первом периоде. У нас страна падает, экономика, абсолютный дурдом на уровне правительства с этими повышающимися, понижающимися налогами. Сейчас говорим, предположим, про рождественский и новогодний период. Приедут люди, то уже будет, ну, две тысячи мест, да. То есть открываются какие-то магазинчики, то есть в них же кто-то работает. Пройдитесь, потому что в самому старому городу что-то открывается, потому что люди ждут. Я общался с представителями гостиничного бизнеса, и один предприниматель говорит, у меня висит кредит в банке, там нужно, предположим, говорить о переструктуризации платежей. И мне это разрешают делать, потому что банк видит, что идет развитие туристической отрасли в Латвии. То есть мы работаем над тем, чтобы эти места появились. Но ты не можешь за пять месяцев в падающей экономике с непонятным правительством создать 50 тысяч мест. Мы сделаем. Это сделаем. У нас для этого есть еще три с половиной года. Это немало. У нас есть Светлана. Это тоже немало, потому что Светлана телезрительница, Режанка дозвонилась по телефону прямой связи. Светлана, добрый вечер. Прошу вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос к господину Ушакову. Вот отменили детской пособиции. Ну, 50 лет, да? То, что ребенок не попадает в детский сад по очереди, да? Я сегодня ездила на Ханзес. Ну, у меня ребенку, вот, 24 исполняется полтора годика. В садик мы попадаем только в сентябре 2010 года. А в марте 2010 года мне выходить на работу. Ребенка оставить мне не с кем. И на руки получаю, ну, нечего получать. Никакого пособия, ничего. Что мне в этом случае делать? И я не малообеспеченная. Ну, у меня только муж работает, да? Но мы не попадаем вот в малообеспеченные. В категорию социальной помощи. Да. Спасибо, Светлана, вам за звонок и вопрос. Господин Ушаков. Мы надеемся, что в случае со Светланой, если мы говорим о той же самой улице Ханзес, то уже к лету и к тому времени, когда Светлана будет выходить на работу, мы сможем открыть уже порядка 800-900 новых мест в детских садах. И к концу года где-то немногим более тысячи. Потому что что у нас было, да? У нас было пособие, оно называется детским, но оно не было детским, это было пособие. Если ты не попадаешь, твой ребенок не попадает в детский сад. Получалось, что выплачивалось пособие, при этом одновременно не открывались новые места в детских садах. Проблема консервировалась. То есть мы эти деньги сейчас пускаем на то, чтобы открыть новые детские сады и новые группы. При этом мы выплачиваем 50-латовое пособие нуждающимся семьям. Вне зависимости от того, есть у ребенка место в детском садике или нет. То есть мы сделали пособие, которое стало социальным, по факту, да? Потому что очень значительная часть этой очереди записывалась с нее для того, чтобы именно получать эти 50 латов, потому что тяжело жить. Так пускай это пособие будет социальным, как оно будет с 1 января теперь. Нуждаешься 50 латов на ребенка. Но реально-то круг претендентов на это там социальное или не социальное пособие, он же сузится. Потому что под категорию, как у Светланы, нуждающиеся там социально трутся и гоперсона уже не все попадают. Те, кто мог бы раньше получить 50-латовое на нянечку. Понимаете, здесь какая ситуация, вот когда ты работаешь, предположим, на госслужбе, как у меня в случае с Рижской Думы, очень правильно давать людям деньги. Но каждый раз, когда ты даешь деньги, ты должен знать, ты должен быть 100% уверен, что ты не оставил за бортом, не обошел кого-то, кто нуждается в этом еще больше. И в этой ситуации с этими пособиями получалась несправедливость. Просто нуждающиеся семьи, которые живут, если она нуждающаяся, если она попадает в эти критерии, это значит, там полная беда с деньгами. Они эти не получали никаких пособий на детей. Сейчас у них получать будут. Параллельно мы будем открывать новые места в детских садах. Планы порядка тысячи мест, то, что я говорил, немногим более тысячи мест к концу года и порядка 700-800 к лету, это абсолютно реальный план. Но в очереди все равно больше детей стоит. А я не знаю, сколько стоит в очереди. В этом-то и все и дело. А, кстати, почему вы не знаете? Почему нет единого регистра? Нет, у меня есть данные единого регистра. Я знаю, сколько числится в едином регистре. Но никто в Рижской думе, никто вообще в городе не может сказать, сколько людей реально не нуждаются в этих местах в детских садах. Вот и вся проблема. Потому что люди записываются в этот регистр и в том случае, если они нуждаются вместе в детском садике, и в том случае, если они пытаются таким образом получить 50-латовое пособие. То есть мы даже не имеем объективной картины, скольким семям не хватает мест в детских садах. Ну, тоже логично, потому что те, кто хотят получить пособие, они потратят его на нянечку. Нет, вы не понимаете. Значительная часть людей из-за того, что сейчас тяжелая ситуация в стране, записывается в эту очередь для того, чтобы просто получать 50-латовое пособие, и им не нужно место в саду. Они выбирают эти 50-латов. Но они же не могут записаться в эту очередь, не имея ребенка. Нет, они имеют ребенка, но это не значит, что они нуждаются вместе в детском садике. Давайте, ладно, Нину послушаем. Нина дозвонилась до нашей студии. Следующий телефон звонок. Нина, доброго вечера. Прошу вас. Добрый вечер. У меня вопрос к Нилу Ушакову. Я уже человек пожилой, восьмой десяток, но у меня за последние годы, когда вот была борьба за независимость, сохранились очень многие газеты, даже на русском, Атмада, Дэна, и там часто выступал Клёцкин. Так вот, судя по его выступлениям, он сегодня за белых, завтра за красных. И у меня вопрос к Нилу Ушакову. Как получилось и как получается, что до сих пор такая политическая проститутка все еще находится в ваших рядах? А вы политическую проститутку кого так назвали? Клёцкина. А, понятно, Нина. Клёцкин. Спасибо вам за ваш вопрос, господин Ушаков. Повторю еще раз. Господин Клёцкин является очень уважаемым человеком в области журналистики, который вырастил не одно поколение талантливых журналистов, которых мы с вами хорошо знаем, которые работают сейчас в различных СМИ, и в русских, и в латышских. Кстати, Ушаков входит в круг выращенных? Я вообще по образованию экономиста. Я учился только экономике, а журналистике учился ремесло этому на месте уже. Поэтому я не вхожу ни в одну из школ журналистик Латвийской Республики, который вырастил поколение людей, которые относились всегда к нему с уважением. И даже если он сейчас допустил ошибку, все равно, несмотря на эту ошибку, господин Клёцкин требует уважения к себе. Это моя позиция. Так бы я сформулировал. Смотрите, почему новый человек вошел в правление предприятия Рига Суденс, и что таким образом коалиция хочет поменять в работе этого правления? Три человека вошло. Новый председатель правления, который возглавлял раньше правление аэропорта, а до этого работал в Рижской думе. И еще два человека, которых выдвинули от Центра согласия. Один из них финансирует, другой юрист. Что значит правление возглавлял ТЭФ ЗМЦ? Вэнд Балладис, бывший министр. Очень точно, вы сказали. Предприятие ключевое, потому что в воде нуждаются все жители города. Это крупнейшее муниципальное предприятие, но там должны быть люди, которым мы доверяем их экспертизе, их профессиональным качествам, которые не являются, извините меня, при этом еще бывшими министрами и членами ТБ ДННО. Теперь ни одного ТЭФ ЗМЦа нету ни в Совете, ни в правлении Рига Суденц? Ну, председателя точно нет. Смотрите, уважаемый господин Ушаков, за помощью к вам обращается бригада фасадчиков, которая работала на отделке фасада 216 детского сада с 1 июля по 16 октября этого года. Заработная оплата за выполненную работу не получена нами до сих пор. Получается неразрешимый круговорот. Конкурс у департамента собственности Рижской Думы выиграла фирма Сконта Бувы. Она перепродала фирме СИА ИП Бувы, потом я специально распечатал, могу вам отдать. Ну да, так будет круче всего. С которой мы заключили договор, согласно которого расчет с нами должен быть произведен в течение 10 рабочих дней. Информацию о действительной сдаче объекта мы не имеем, и по шуму департамента СИА Сконта Бувы переговор с нами не ведет. А непосредственный работодатель СИА ИП Бувы дает ответ, что СИА Сконта Бува не перечислила как бы этой фирме, и по этой причине не может рассчитаться с рабочими. Обращение в трудовую инспекцию результатов не принесло. 216 детский садик это не единичный случай, потому что производился ремонт и в 208 детском саду, и в детском саду Ликсна. Если у вас будет возможность, задайте вопрос господину Шакову, куда делись заработанные нами деньги. Есть, кстати, даже контактный мобильный телефон. Слышали что-то об этой истории, господин Шаков? Ну, теперь услышал. Ну, вы оставьте меня со всеми коронавирующими. Я оставлю, да. Да, тогда будем разбираться. Еще дадим слово Евгению, это тоже рижанин, дозвонившийся по телефону. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Дело в том, что вопросов много, черт побери, а вот времени мало у вас. И просто хотелось обратить внимание вот в отношении предыдущего высказывания по Абраму Клёцкину, где я, в общем-то, этого парня немножко знал и в советское время. Женщина назвала его там политической как-то, ну, в общем, производная от четвертой власти. Хочется вывести вас из эфира после этих слов, Евгений. Какие? Говорите. А какие? Четвертой власти производная. Спасибо. Ну вот. Дело в том, что просто-напросто вот он демократ, и не только он демократ. Я просто обратил внимание, что все демократы, находящиеся в... не в оппозиции, хотя в оппозиции тоже есть, все сеймовская вот эта правящая коалиция, которая прям в открытую, говорит, в Латвии демократия, коррупции мало и прочее, прочее. Вот им всем подходит, абсолютно всем подходит такое определение, классическое определение. Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадина? Я Нила Ушакова, кстати, не имею в виду. По той простой причине он как раз в отношении сеймовской, он в оппозиции находится. А именно в позиции правящая коалиция. То он же в позиции в Рижской Думе, а он же не демократ, что ли, Ушаков? Я не знаю. Тоталитарист. Вот как он относится к форме власти? Вот есть власть, демократия в Латвии или нет? Если он скажет, что есть, естественно, элементы демократии, может быть, есть. А есть, знаете, как покойный Борис Николаевич Ельцин говорил, есть талитаритизм. Опокойники плохо не говорят, но Борис Николаевич, это самая тварь такая же, как Крёцкин, понимаете? Подождите, ну что же вы это, вы тоже сказали о покойнике, либо хорошо, либо ничего, и тут же сломались. Ну тогда и о Гитлере надо хорошо говорить. Ну да, собак любил, понимаю вас. Спасибо, Евгений, звоните еще. Это были территорические вопросы, как я понимаю, да? Нет, знаете, ответить на вопрос, есть ли в Латвии демократия? Вот этот вопрос я уловил у Евгения. Хороший вопрос, есть ли в Латвии демократия? Вопрос хороший, демократическое устройство в Латвии во многих случаях серьезно хромает. Понятно, спасибо. А вот тоже не без язвительности в буквах прислали тоже много посланий зрителям. В общем, все сводится к тому спасибо господину Ушакову и правящей коалиции за поднятые тарифы на проезд в общественном транспорте. И это пусть маленький, но тоже удар по тем, кто сейчас считает каждый сантим, как ни крути. Так и есть. Ну смотрите, 20 миллионов Латов должна была быть дотация от правительства в этом году Рижскому самоуправлению. Получили мы немногим более 7 миллионов. В следующем году полтора миллиона всего. А это раз, получается такое падение. С другой стороны, Рижская дума сохраняет все скидки. 65% пассажиров Рижского общественного транспорта ездят со скидками. И в следующем году всем этим группам скидки будут сохранены не только в принципуальном, но еще и в абсолютном значении. То есть, если пенсионер платил 20 сантиметров, то он и будет платить 20 сантиметров. При этом управление Рига Сатексом изначально, если судить по тем цифрам, которые есть у них в наличии, предлагало тариф 60 сантиметров. Что может быть финансово и правильно, но с социальной точки зрения это уже было бы близко к катастрофе. Поэтому было сказано еще раз переработать бюджет. Они предложили 50 сантиметров. При этом по финансовым показателям получается, что они уходят в минус на 6,5 миллионов, что в принципе рискованно. Скажу откровенно, это было рискованное решение. И 50 сантимов, несмотря на этот риск, было принято как компромисс между тем, что существует, учитывая все срезание дотаций, и между тем, что есть предприятие. При этом, повторю еще раз, это повышение касается примерно трети пассажиров общественного транспорта. Две трети ездят со скидками и будут ездить дальше по тем же самым ценам. Потом, если не ошибаюсь, в следующем году будут еще несколько дополнений. Возможность купить один билет за 50 сантиметров. То есть вот этот е-талон на одну поездку. То, что раньше шли эти в дискуссии, почему водителей дороже, а в киоске ты не можешь купить только на одну поездку, только сразу на несколько. Можно будет купить, я не уверен, что с 1 января, может быть это будет середина месяца, но это требует какой-то адаптации. Но уже на е-талон на одну поездку. 70 сантиметров разница более дороже у водителя останется, потому что таким образом мы хотим дойти до ситуации, когда практически никто не покупает у водителя. Это связано с безопасностью движения, с графиком курсирования транспорта и так далее. Также будет дана возможность, школьники, они сейчас получают 50% скидку на общественный транспорт, если покупают месячный, ну проездной билет. Мы сделаем так, что у них будет 50% скидка на покупку разума. То есть, предположим, не нужно покупать проездной, потому что, скажем, ребенок ходит в школу, которая через пару дворов, а пользуется транспортом, когда ездит на спорт в соседний какой-то район, или на дополнительное задание, но ему может быть не нужно полноценный месячный билет, тогда он сможет покупать эти разовые поездки тоже за полсеном. А вот, может быть, можно еще сэкономить на зарплатном фонде руководства? 400 тысяч латов было мое последнее задание сэкономить на административных расходах. Когда сэкономят эти 400 тысяч латов, будем смотреть, что у них дальше. Но для этого у нас тоже новое правление. Но согласитесь, не очень справедливо, что, например, правление получало 6,5 тысяч, потом было 10-20% сокращение, все равно это несколько тысяч. А вы говорите, 6,5 миллионов это тот минус, на который предприятие может выйти к концу следующего финансового года. Вот получали все по 300 латов, вот тебе и миллионы. Ну, руководитель предприятия с сотнями троллейбусов, трамваев и автобусов за 300 латов ты тоже не найдешь. Можно найти предприятие, но ты через 3 месяца поднимешь цены до 2 латов, потому что все уже развалится и потеряется. То есть здесь тоже нужно искать баланс между зарплатой и качеством управления. Но опять же скажу, давайте делать постепенно. Сменено все правление за исключением председателя. Председателю дано задание снизить административные расходы, чем они сейчас занимаются. Дальше будем разбираться по мере поступления. И еще вот пишут помощники педагогов в детских садах, говорят, что они вообще ни в какую категорию не попадают. Во-первых, педагоги ездят со скидкой в общественном транспорте. Помощники педагогов, ну нянечки говоря по-простому, не имеют этой скидки. И во-вторых, им срезали почти наполовину зарплату. То есть чтобы прежнюю зарплату получить, нянечка должна не в одной группе, а в двух группах работать. Ну срезали наполовину всем, потому что дотацию сократило государство. Давайте говорить об этом. А учителям, получается, дотация была сокращена на 60%. Но реально из-за того, что была оптимизация и реформа, учителя потеряли примерно где-то в среднем 50%. Ну тоже в зависимости от школы и от ситуации в школе. Но мы сначала дали учителям средний школ, потом дали преподавателям всех остальных учебных заведений в Риге. Сейчас смотрим, как это финансово получается. Но будем смотреть дальше, можем ли мы это расширить на другие группы населения. Мы делаем пока постепенно, как получается. Пора заканчивать. 1191 голос из интерактивной аудитории. Это больше чем 95% выбрали вторую позицию. Объединение партии «Центр согласия» должны отозвать. Абрама Клёцкина из Национального совета по радио и телевидению и добиваться разгона всего совета. Его не надо разгонять, он должен отвечать за общественное телевидение и общественное радио. Точка вот этого совета. Он не должен лезть в дела коммерческих телеканалов и радиоснабжения. Но тогда нужно менять закон. Да, абсолютно верно. Канал ТВ-5 получил как бы бумагу, ссылаясь на 17-й, то есть не получил еще, кстати, ситуация на сегодня, на 17-й пункт закона о телевидении. Я понимаю, да, но это неправильно, когда одна и та же структура, по сути, одним выделяет деньги, а других контролирует. Ну, это концептуально неправильно. Письмо от бригады тех, кто ремонтировал 216-й детский садик. Мы сразу после эфира передадим господину Шакову. От меня отдельное извинение Любови, которую мы так и не вывели в прямой эфир. Спасибо вам, господин Шаков, за все эти встречи в прямом эфире в этом году. Надеюсь, на встречу в следующем. Всего вам самого доброго. Спасибо вам тоже. Всего самого доброго. С Рождеством, с Новым годом. Спасибо, с наступающим. Я прощаюсь до завтра. Впереди программа «Вечер новостей». Далее и новости в 22.